Есть такой вопрос, тоже от читателя. Вообще, избавились ли от алкогольных сигаретных зависимостей? Да, я уже очень много не курю и не пью. Совершенно? Совершенно. А вообще есть какие-то вредные привычки, от которых хотелось бы избавиться? Кушать. Много кушать? Не много, но просто, ну, типа, ну, кушать. Кстати, вообще... Я хочу очень хорошую фигуру. Вы сейчас к ней идёте, да? Да, я иду к этой цели. Правда, медленно, но уверенно. Кстати, вообще, после проекта было сложно привыкать к дому? Всё-таки... Сложно было адаптироваться, да, потому что ты на проекте, тебя окружают люди более такие начитанные, грамотные, знаете, а приезжаешь к себе в город, и там, ну, как бы, ты изменился, а город нет. И было сложно как-то влиться в эту всю атмосферу вот эту. Ну, привыкнуть к тому, что люди матерятся, курят прям перед твоим лицом, бухают, ну, типа, прямо аж на лавках, там, на детских площадках. То есть, ну, это, конечно, я тоже когда-то была такой, ну, вот такой, типа, бухала, там, курила, и мне было всё равно, там, кто передо мной стоит, ну, кроме детей, конечно, может быть. А когда ты уже всё от этого избавился, и ты смотришь на это как-то по-другому уже. Ну, типа, ты же понимаешь, что ты же всех людей не поменяешь. Только разве мнение о себе, о своих близких. А что вы сделали в первую очередь, когда вернулись домой? Ну, в смысле, в семье. Не, и мы что сделали в первую очередь? Кому-то позвонили, не знаю, что-то... Семья возле меня была первое время. Ну, куда, куда без семьи? Для меня семья это в первую очередь, а там уже, потом уже остальные люди. Ну, сейчас, на данный момент, вы проживаете с мамой, да? Ну, как бы, отдельно, но с мамой я очень часто вижусь. То есть, вы сейчас снимаете жильё, да? Да. Ну, у меня есть своё жильё. Где вы проживаете? Вам адрес сказать, на листочке написать. Ну, живу у себя в квартире. С мамой вишусь очень часто, так как мы ещё не закончили это дело, которое должны закончить. Ну, на данный момент чем занимаетесь? Семьёй, я же говорю, семья... Кроме семьи вы работаете или нет? Я работаю в Инстаграме. А, это ваш, типа, дополнительный заработок, да? Да, это мой дополнительный заработок, потому что, ну, в Житомире, не то, что в Житомире, вообще с работой сложно. И работать просто в обычной сфере, как бы, я не хочу. Если меня жизнь заставит, я пойду ради своей семьи зарабатывать деньги на профессию, которую не хочу. А пока, как бы, Инстаграм мне приносит хороший заработок, и я могу жить пока нормально. То есть, вам эта работа ещё и нравится, да? Да, мне нравится работа эта. Я люблю снимать видосики и снять рекламу тоже могу. Так что, работодатели, мы ещё не стесняемся. Кстати, есть по поводу вопроса от читателей, по поводу вашего Инстаграма. У вас в Инстаграме очень большие губы, не делали ли вы пластику? Нет, я не делала пластику. Вот то, что нам на проекте кололи всю кислоту, оно уже выветрилось давно. У меня просто губы по природе такие пухленькие. Ну и плюс я могу сделать губки уточкой. То, что всех иногда бесит. Но, вы же помните, хейтеры мои любимые, что я фотографируюсь так, как мне нравится. Кстати, никогда не думали, чтобы что-то изменить в своей внешности? Внешности? Ну, фигура это считается, да. Возможно, с лицом. Не, ну, если я похудаю, то у меня второй подбородок уберётся, значит, всё нормально уже станет. Кстати, у вас появилась она поклонникам мужского пола? Появилась поклонникам мужского пола, но это просто поклонникам. Но приглашают на свидание, например? Ну, приглашают, но просто я ж ищу себе не парня, не мальчика. Я уже мама, и я ищу человека, который будет отцом для моего ребёнка. Я понимаю, это сложно, и не всё сразу. Но, тем не менее, зачем мне парень или мальчик, если я уже хочу семью, правильно? То есть, если у меня появится муж, и он будет любить моего ребёнка, и я буду любить его, и он меня, то тогда уже можно о чём-то говорить. А так, ну, не хочу простого какого-то человека возле себя рядом. Хочу уже умного, образованного, молодого человека. То есть, на данный момент ваше сердце полностью свободно? Да, сердце свободно. Свободно. Кстати, как вы считаете, после проекта вы стали настоящей леди? Я стала девушкой с другим мировоззрением. До леди ещё очень много надо усилий приложить, чтобы сказать, я леди, правильно? Правильно. А я уже просто другая. И всё. Мировоззрение другое, вредных привычек мне, ты всё. А леди, ну, конечно, леди – это девушка, которая много чего достигла в своей жизни. А я пока только изменилась, чтобы в будущем достичь. А вообще, ваш гардероб поменялся? Возможно, появилось больше платьев? Вообще, штанов у меня почти нет. Не в то, что я могу себе купить штаны. Сори. Просто мне нравится носить платье. Сарафанчики там какие-то. Не знаю. Купила себе босоножки на каблучке. То есть я уже хожу как девочка, а не как бобка, джинсы и себе пошёл. Кроссовки. А хожу как девочка. Как девушка. Как… да. Кстати, с учителями вы поддерживаете отношения? Я слежу за ихними соцсетями, а с Ириной Петровой она виделась на спектакле. На её. Вас приглашала, да, Ириной Петровой? Да, она приезжала уже там со своими спектаклями. Тут вопрос несколько раз приходил. Так, так, так. А вопрос от Валеры – изменилось ли отношение к ребёнку? Да, изменилось отношение к ребёнку, потому что, во-первых, я с проекта приехала уже, я его хотела видеть, я хотела его любить, обнимать, целовать, потому что заскучала, потому что мне так психолог помог разобраться в себе, что я не так поступала, что я мама, и что я, ну, у меня появился этот материнский инстинкт. И после ещё выхода эфира, когда я поставила свою визитку, меня вообще поменяло. Кстати, вообще, сейчас такой вопрос. То есть вы изменились как мать, да, у вас проявились материнские чувства? Да, я изменилась как мать, я изменилась как девушка, я изменилась как внучка и изменилась как дочь. То есть все мои цели, которые я хотела, чтобы мной родилась бабушка, мама и мой ребёнок, я этих целей достигла. То есть я уже знаю, что я та дочка, которой они хотели бы, и та мама. Потому что когда-то я сидела на балконе и думала, почему меня не любят, и ответ мне приходил сам в голову, потому что я такая, потому что я не та. Да, потому что, знаете, как эта фраза, в семье не без уродов и урод была я. В том плане, что везде всё нормально, а я, как всегда, всем всё подпорчу. Почему так в жизни происходило? И когда ты уже вот пришёл уже другой, ты понимаешь, всё, это пластическая операция сделала, я уже не урод. Кстати, вы также в финале получили золотую брошь, что вы с ней сделали вообще? Золотую брошь. Ну, золотую. В общем, вам её отдали, да? Да. Ещё такой вопрос от читателей, вообще не страшно ли было сниматься обнажённой? Это был ваш первый опыт такой обнажённой? Конечно, Ню вот это вот. Да, да, да. Ню это моя первая фотосессия, Ню. Конечно, было страшно. Вы видели мои там складки, и я понимаю, если бы у меня ещё фигура была, как у её, Виолетты, или как у половины у наших участниц, я бы, ну, конечно, тогда мы стеснительно всё равно, но как бы чувствовала себя более уверенной, если бы вот, ну, хотя бы тоже стеснялась бы. Ну, ничего, в жизни надо всё попробовать. Кстати, не думали ещё раз повторить? Думала. В голове мысль промелькала. Думаю, похудаю, хотя бы ещё на килограмм 6, 7, не 10, вот. И тогда можно уже там как-то красивенько попозировать. И вообще, какие вы можете дать советы для участниц, которые будут принимать в следующем сезоне, то есть и хотят пойти на кастинг? Что нужно делать? Вот это мне пишут. Что нужно для того, чтобы попасть на кастинг? Ну, типа, на проект. Пишу. Заполнить анкету, приехать на кастинг. Ну, а как я могу ответить? А что мне надо, как мне вести себя? Я говорю, веди себя естественно, веди себя так, как ты есть. А то, знаете, тоже, у меня на кастинге были девочки, которые тут стоят на улице, матеряца, ну, сапожник 80-го левела. Заходят туда и сразу начинают стесняться, и вообще ни одного мата не говорят. Это они выходят. Я застеснялась и даже ни одного мата не сказала. Ну, это же они и расскажут. Я говорю, ну, капец, ты же знаешь, куда ты идешь, если ты уже на кастинге стесняешься говорить все как есть, прямо линейно, то что будет дальше, когда тебя возьмут на проект? Что это будет? Это будет смех и грех. А я зашла и прямо, открыто, с чистым сердцем, не стесняясь никого, как будто встретила друзей, рассказываю, как я живу. Только что вопрос пришел от Светланы. Что планируешь делать летом? Есть какие-то планы? Летом, летом, летом у меня есть планы, но о них я не буду рассказывать пока. Так, еще тут вопрос от Давида. Какой язык планируешь выучить? Английский. Хочу выучить английский язык. А то кроме, там, hello и... Ну вот я общалась когда с этим молодым человеком в Мальте на английском языке, мне очень сильно помогала Таня, потому что она умеет слаживать эти слова. Я могу там какое-то два слова сказать, но их же надо соединить. Я хочу очень выучить, потому что английский язык практически везде. То есть ты едешь за границу даже, там они тоже учат два языка, свой и английский. И ты можешь общаться хотя бы даже в аэропорту. Ты заходишь, вот этот, перелетаешь в другую страну, помню, и нам что-то говорят. А я говорю, Таня, что она сказала? Бля, ну вообще, стою мило, главное улыбаться. И все. Хочу выучить, очень хочу выучить. И малое на курсы тоже английского буду водить, потому что английский язык очень важен. И украинский, украинская мова. Але мені комфортніше розмовляти на російський. Шо, спасибо большое за ответы, пожелания для читателей и ваших поклонників. Моі любимі читатели. Если вам очень интересна моя личная жизнь, я скоро вот буду создавать свой личный блог. Кто хочет, находите меня. И желаю вам счастья и крепкого здоровья. Спасибо.